аэропорт мирный пассажиры неспешно регистрируются на рейс мирный новосибирск до него остается примерно полтора часа сдача багажа проверка посадочных талонов все как обычно буднично и не спеша вряд ли кто-нибудь из них задумывается что в этот самый момент происходит за стенами терминала какая огромная работа идет внутри и снаружи самолета в двадцать первом веке самолет одна из самых технологичных машин путешествовать сидя в кресле авиалайнера в пять раз безопаснее чем на автомобиле неудивительно что именно самолет сегодня считается самым надежным видом транспорта на планете в этом он обошел поезда корабли автомобили и даже велосипеды но почему статистика именно такова почему в небе надежнее и безопаснее чем на земле во многом благодаря тщательнейшему обслуживанию самолета его проверки и подготовки каждому вылету чтобы мы с вами могли спокойно сесть в самолет и выйти из него в конечной точке маршрута здесь в авиакомпании алроса задействовано множество служб и сотрудников те кто пилотируют те кто контролируют а еще планируют и организовывают и среди всего этого многообразия именно инженерно-авиационная служба становится одним из важнейших звеньев той длинной цепочки в конце которой пассажир уже и отправляется полет и хотя в авиации не существует маловажных вещей вот именно на этих сотрудниках лежит ну просто колоссальнейшая ответственность задачи инженерно-авиационной службы входят это выполнение технического обслуживания воздушных судов и также поддержание летной годности воздушных судов если простыми словами мы обеспечиваем исправность самолетов вертолетов которые эксплуатируются в авиакомпании для того чтобы они выполняли полет все начинается отсюда еще задолго до прибытия самолета работники цеха технического обслуживания воздушных судов узнают какой именно борт им предстоит встречать и откуда он прибывает специальные карте наряде они видят перечень всего что им нужно будет сделать на перроне когда самолет приземлиться прибывший самолет едва успевает коснуться полосы своим шоссе как его уже ждут по факту именно авиа инженеры первые люди на земле которых видят пилоты сразу же после приземления их первостепенная задача помочь пилотам остановить самолет на нужном месте стоянки двигатели самолета еще не успели остыть как его тут же спешат как можно скорее проверить до полет прошел штатно все системы отработали хорошо это уже известно но именно это отличает авиацию от того же например автомобилестроения после каждого полета самолет необходимо проверить и осмотреть начиная от того если вмятины на обшивке заканчивая тем хорошо ли складываются подлокотники в кресле салон как только двигатели выключаются самолет как болит на формуле-1 тут же окружают техники механики и инженеры времени ждет и самолет нужно подготовить к следующему рейсу зачастую между посадкой и вылетом проходит всего один час поэтому все нужно делать быстро на данный момент мы делаем техническое обслуживание по встрече воздушного судна по обеспечению стоянки воздушного судна также есть работы по обеспечению вылета обходим самолет осматриваем на наличие повреждений также доливка маслом двигателей если это надо также в кабине смотрим все функции работы системы да как и любой транспорт самолет не может обойтись без тех обслуживания но в отличие от тех же автомобилей проехавших определенное количество километров авиалайнеры обслуживают по времени налета и работа авиа инженеров не просто в том чтобы встретить и осмотреть самолет ведь самих видов техобслуживания в авиации множество оперативное периодическое сезонное обслуживание при хранении специальное однако чаще всего приходится делать именно оперативное то есть перед каждым отправлением и после каждой посадки вот лично у меня как у простого пассажира в голове не укладывается как можно держать такой объем информации что и в какой последовательности нужно делать при этом нигде не ошибаться причем все это повторять нужно практически каждый день теперь то вы понимаете почему самолет намного намного надежнее чем обычный автомобиль но вряд ли вы каждый день выезжая из гаража осматриваете свою машину вот также тщательно абсолютно все узлы и агрегаты самолета чрезвычайно надежны и все же порой их необходимо ремонтировать либо менять причем эти детали всегда должны быть в наличии надежно хранится и быть выданы по первому требованию собственно за это отвечают работники склада здесь на длинных рядах стеллажей в заводской упаковке хранится множество различных запчастей деталей и всего того что может понадобиться для обслуживания воздушного судна в любой момент интересный факт все бирки надписи на табличках сертификаты и инструкции здесь на английском языке то есть на языке страны производителя таковы международные авиационные требования поэтому все работники здесь обязаны знать английский как минимум на техническом уровне о том что в самолете важно все можно говорить и повторять бесконечное количество раз вот вам наглядный пример как вы думаете что это такое с виду какая-то невзрачная железка на самом деле это регулятор подачи горячего воздуха в двигателе он обогревает их мы как пассажиры с вами о таких мелочах конечно же не задумываемся впрочем к нам и не обязательно об этом заботиться можно сказать целый штат сотрудников которые здесь работают за тем что где и в какой момент нужно ремонтировать или менять следят в производстве на диспетчерском отделе как только на том или ином воздушном судне подходит время очередного т.о. здесь заранее начинается подготовка есть работа которая выполняется через определенное количество часов есть работа которая упал яйца через блик aquí сад дней то есть на каждом amaan суднем кажем типе воздушных судов а периодичность таких работ и сами работы отличаются то есть безопасности наших пассажиров зависит непосредственно от нашей служба, то есть о том, как мы будем обслуживать, своевременно будем выполнять работы, качественно будем их выполнять. Определяют, есть ли для этого все нужные запчасти, достаточно ли к этому моменту персонала для обслуживания, ну и так далее. Все это ложится в карту на ряд, ее передадут авиаинженерам, которые позже и приступят к работе. Тем временем инженеры закончили внешний осмотр самолета. Однако это лишь пол-дела. Теперь им, в буквальном смысле, предстоит заглянуть в его память. Повторюсь еще раз, самолет сегодня одна из самых совершенных и надежнейших машин, ну надежнее разве что космические аппараты. И все-таки эта техника, а значит всегда будет существовать вероятность того, что что-то может сработать не так, как нужно. Конечно же пассажир о таких вещах вряд ли узнает, но вот электронный мозг этой воздушной машины, будьте уверены, никогда и ничего не забудет. Дело в том, что во время полета, хотя и крайне редко, могут возникать ситуации, которых быть не должно. Например, может загореться какая-нибудь контрольная лампа, хотя все системы при этом работают штатно. В большинстве современных самолетов все основные системы дублированы. Если вдруг откажет какая-то одна, ее тут же заменит другая. Да так, что, повторюсь, мы с вами, сидя в салоне, этого даже и не заметим. А вот бортовой компьютер воздушного судна ежесекундно все фиксирует. Удивительно, но вся эта информация, весь полет записывается на самую обычную карту памяти, вроде той, которую мы используем в фотоаппарате. Позже эту информацию расшифруют и проанализируют. Параллельно с этим нужно вручную проверить, все ли основные системы самолета в порядке. Вот, количество масла. Нажимаю. Полное. Проверить все можно. Ну, например, компьютер, двигатели. Интересует нас этим номер один. Так, история фалтов, ну, неисправности. Нажимаем. Двигатель чистый. Чистота в салоне – еще одно непременное требование. На то, как выглядят откидные столики и как прибрано в туалетных комнатах, пассажиры обратят, пожалуй, даже больше внимания, чем на то, как работают двигатели воздушного судна. А значит, к этому моменту в салоне уже вовсю наводит порядок бытовая бригада. Обязанности каждого здесь четко распределены. Пока кто-то собирает оставленный мусор, другой пылесосит и протирает иллюминаторы. И если вы привыкли делать вашу обычную домашнюю уборку неспешно, то тут вам пришлось бы посложнее. Ведь времени на то, чтобы навести порядок здесь, отводится совсем немного. Пассажиры рейса «Мирный Новосибирск» дождались начала посадки. Все точно по расписанию. Поднимаясь на борт самолета, они даже не подозревают, что больше двухсот инженеров, механиков, техников и других специалистов приложили усилия, чтобы этот момент настал. 22-481, взлет в одну минуту. Невероятный объем их работы, как всегда, остался незаметен для нас, простых пассажиров. Пассажиры вы видите только часть наших сотрудников, которые непосредственно выполняют техническое обслуживание на перроне. Работа в инженерной авиационной службе – это одна из ответственнейших работ. Главный слоган авиакомпании – доверие на высоте. И каждый день десятки людей здесь делают все возможное, чтобы пассажиры, находясь на высоте, действительно доверяли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова